Гной, возникающий в позвоночнике и съедающий позвонки или даже спинной мозг. Такую неспецифическую инфекцию все чаще стали выявлять в Алтайском крае, впрочем, как и по всей стране. Сложно сказать точно, из-за чего возникает гематогенный остеомиевит, но его увеличение, увеличение количества этих случаев большинство авторов, как наших, так и зарубежных, связывают именно с инфекцией ковид. То есть непонятно, чем именно это вызвано, или самим ковидом, или его лечением, но факт остается фактом. После эпидемии ковид количество этих случаев значительно увеличилось. Врач работал с такими пациентами уже в запущенной стадии воспаления, когда операция – единственный путь. Но на ранних стадиях это успешно лечится антибиотиками, и главное – эту раннюю стадию вовремя диагностировать. Для этого сегодня в Барнауле прошла научно-практическая конференция, посвященная новым технологиям в лечении заболеваний позвоночника. С участием именитых докторов со всей России, представителей Ассоциаций хирургов, вертибрологов и травматологов-ортопедов, регионального Минздрава, а также ГМУ. Эта конференция организована именно для сотрудников первичного звена, то есть для медицинских организаций именно Алтайского края, для центральных районных больниц, для городских больниц. Здесь будут не только травматологи-ортопеды и невохирурги, здесь будут хирурги, здесь будут ревматологи, терапевты, неврологи, реабилитологи, рентгенологи, то есть все смежные специальности, которые принимают участие в лечении пациентов с повреждениями и заболеваниями позвоночника. Также врачи обсудили травмы и дегенеративные заболевания позвоночника, то, что может начаться с остеохондроза и привести к более серьезным диагнозам – деформациям, грыжам, артрозам. А на практической части участники разбирали кейсы лечения реальных пациентов с учетом развития технологии. Это шейная пластина для фиксации после перелома, после дегенеративных изменений. Блокированные винты новые, толщина пластины уменьшается, новые материалы используются. В Федеральном центре травматологии края отмечают, что на Алтае стали чаще выявлять различные заболевания на ранних стадиях. Но растет и число операций. Это связано с развитием системы выхаживания больных, разработкой новых инструментов, улучшением анестезии. Поэтому сегодня успешно оперируют даже 70-летних пациентов. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.